Мику вздрогнула, облизнула губы и накрыла мою кисть своей прижавку. В общем, освобождаться совсем не хотелось. Здарова, братаны! Вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и мы продолжаем проходить булки кефира рок-н-ролл. Погнали у нас тут Микуля! Жалко, что я не смогла, не могла часто у тебя бывать. А может это хорошо? Я ведь надоела бы. Она сделала паузу, я обнял её. Не говори такого. Ты мне никогда не надоешь. Никогда? Это долго. Она вздохнула. Значит, тебе придётся терпеть меня долго-долго. Ага, до самого разъезда из лагеря. Я поправил ремень гитарного чехла, взял Мику за руку, и мы направились на пикник. Какая красота. Дорога на холм заняла чуть больше времени, чем я думал. Мику знала, куда мы идём, и показывала дорогу. Под её чутким руководством мы заблудились всего раза два. Раз за разом всё красивее. Наконец, полянка нашлась. Ура! Добрались! Где устроим всё? Я снял с плеча гитару и огляделся по сторонам. Мику показала на полянку, густо заросшую травой и полевыми цветами. Вот здесь хорошо. И не жарко, и красиво. И ходит редко. Последнее особенно радует. Я раскатал покрывало и растянулся на нём. Красота! Думаю, лучше места и не найти. Мику изящно опустилась рядом. Легла поперёк покрывала и положила голову мне на живот. Отсюда и правда открывался замечательный вид на лагерь, озеро. И виловидный профиль Мику. Лёгкий ветер гнал волны по траве. Полевые цветы опьяняли своими ароматами. Сосны давали слабую узорчатую тень, укрывая от жары. Что может быть лучше? Мика посмотрела на меня, заботливо поинтересовалась. Не простудишься? А то земля ещё холодная. Ты ведь только-только выздоровел. Всё в порядке, не волнуйся. После того, как ты меня согрела, я больше не заболею. Правда, очень помогло. А можно ещё разок так? Мику покраснела и принялась перебирать ремень на гитарном чехле. Когда я была маленькая, то читала в какой-то книге, что так лечиться можно. То есть мужское и женское начало и не янь. И они как бы образуют гармонию. А если противоположного компонента не хватает, то человек болеет и слабеет. Там ещё картинки такие смешные были, только мама меня отругала и сказала, больше эту книгу не трогать. Не помню название ветки абрикоса или сливы или персика. Она осталась в Японии. Я смутился и уточнил. Наверное, ветви персика. Ну и книжки у неё в детстве были. Ты чё, типа Камасутры что-то? Вот, точно, персика. Ты её тоже читал? Я случайно нашла, думала про садоводство, а там голые люди. Удивительно! Не, но потом я уже поняла, что это за книга такая. А тогда очень удивилась. Ну, не то, чтобы читал, но бегло просматривал. В то время, когда думал, что по книгам можно научиться тонкостям любви. Но учиться-то можно, только за четверть века я таки не смог ни с кем сблизиться достаточно, чтобы воплотить теорию на практике. Не, только название слышал. Я решил, что это был намёк, но Мику уже с детским восторгом смотрела на что-то в траве. Ой, смотри, какой жук интересный! Блядь, какая же наветренная всё-таки. Она поднялась с земли большого жука. Я осторожно поднёс палец к её ладошке, и ярко-изумрудное насекомое неторопливо перебралось мне на руку. Он сидел и явно думал, что ж случилось? Куда делись трава и земля? Откуда взялось вот это всё розовое и мягкое? Совсем как я недавно смотрел на лагерь. Внезапно я понял, что, может быть, в этот самый момент меня вот так же кто-то изучает и рассматривает. Эта мысль слегка пугала. Мику с интересом смотрела на меня. У тебя сейчас такое лицо? Какое, милое. Не понимаю. Наверное, как у человека, который ищет ответ на вопрос. Или думает о чём-то неприятном. Глупые вещи в голову лезут. Совсем не те, о которых надо думать наедине с любимой девушкой. Вот как и что же у тебя на уме? Только честно. Мику серьёзно посмотрела мне в глаза. Может, сейчас как раз тот момент, когда можно завести разговор о том, как... Кто я и как сюда попал? Жук этот. Думаю, вот сидит он сейчас на руке. Не понимает, как попал сюда и где он. Никогда, наверное, не сидел раньше на человеческой руке. И не подозревают, что его могут отпустить назад. Могут раздавить, а могут зашвырнуть куда подальше. И... И мне его почему-то жалко. И что может быть, сейчас вот так же где-то кто-то смотрит на нас? Или не вадумая, что с нами делать? И делать ли вообще? Вопреки ожиданиям, Мику не обиделась. Что рядом с ней, я думаю, Жукет даже не засмеялась. А легла рядом лицом ко мне. И неторопливо принялась излагать. «Знаешь, мне мама одну вещь рассказывала. Может, тебе будет интересно?» Я в детстве была плаксой. Легко огорчалась по любому пустяку. Так вот, если меня что-то расстраивало, дождь там или плохая оценка, мама говорила, «Есть вещи, на которые мы можем повлиять, и те, на которые повлиять не можем». «Вот взял-то этого жука. Он ничего не может с этим поделать». Воспользовавшись тем, что я развесил уши, Жук расправил крылья, снялся с моей руки и улетел в сторону луга. Мику проводила его взглядом и улыбнулась. «Но это не значит, что от нас ничего не зависит. Понимаешь, о чем я?» «Ни слова». Я потянулся к ней, и наши губы встретились. В следующие несколько минут нам явно было не до болтовни о Жуках и предопределенности. Мику была слишком увлечена тем, что шлепала меня по рукам, не давая им забраться под свою рубашку. Я был поглощен попытками обойти ее оборону. Наконец, мы рассмеялись. «Кажется, ничья. Обидно-то как». «Что, так сильно хотел дотронуться?» Мику выглядела смущенной, но глаза ее задорно поблескивали. «Очень». Тогда Мику взяла меня за руку и положила мою грудь... Мою ладонь себе на грудь. «Тебе положен маленький утешительный приз». Я оторопил на секунду. Кровь тут же хлынула в лицо. И еще куда пониже. Если второе осталось моим маленьким секретом, то первое. Я смутился и едва слышно ответил. «И совсем... не маленький... приз». Мику от прикрыла глаза и улыбнулась. «Ты так мило краснеешь!» А сама она тоже разрумянилась. Ее пальцы начали подрагивать, а дыхание стало неровным. «Ты тоже». Я улыбнулся Мику, поглаживая приятную, упругую округлость, скрытую белой тканью рубашки. «Почему эта пионерская форма такая плотная?» Я осторожно высвободил свою ладонь из-под ее руки и расстегнул одну пуговку, затем вторую. Мику с интересом наблюдала за моими действиями. Я завел руку ей под рубашку и погладил светлую кожу, чуть тронутую загаром. «Ай, щекотно!» «Ох...» «Спасибо, что ничего блюрить не надо!» «Полосочки...» Мику вздрогнула, облизнула губы и накрыла мою кисть своей прижав... Кууууууууууууу... В общем, освобождаться совсем не хотелось. Она не пыталась убрать мою руку, так что я принял это как приглашение продолжать. Я попытался развить наступление и хоть немного выйти за границу нашей невинной пионерской романтики, но Мику прижала руки к груди, Помотала головой и скорее выдохнула, чем сказала Не спеши Не буду Против поцелуев, впрочем, она ничего не имела Чем мы с удовольствием и занялись Осмелев окончательно, я не отрываясь от ее губ Опустил руку вниз и принялся поглаживать ее бедро Постепенно поднимаясь от края чулка все выше и выше до самых границ приличия Рука на моей голове сжалась, беспорядочно задвигалась Мику не громко вздохнула, затем ухватила мое запястье Подожди Да шо ж тебе все не иметься, девка? Мику отвела мою руку в сторону Не надо, пожалуйста Я мягко, но настойчиво попытался вернуть руку туда, где она была Но Мику резко свела колени, повернулась спиной ко мне Сжалась в комочек и сложила руки на груди, запахнув в рубашку Ее голос подрагивал Сеня, давай пока не будем заходить дальше, ладно Прости Я потряс головой, прогоняя горячку Туман в голове рассеивался Я протянул руку, погладил Мику по волосам, а потом обнял и прошептал на ухо Это ты меня извини Я совсем потерял голову Сначала вчерашняя ночь А потом мы снова оказались так близко Ты не сердишься? Ее плечи едва заметно дрожали Я испугался было, что Мику плачет Но прислушавшись, понял, что она беззвучно смеется Ах ты ж скотина японская! Нет, конечно, я и сержусь Мы оба хороши Она улыбнулась, села, поправила лифчик и стала застегивать золоченые пуговицы рубашки Дурацкий галстук, никогда не умела его ровно завязывать Всегда Лену прошу Мику засмеялась Ее руки слегка дрожали, пока она безуспешно пыталась сделать аккуратный узел В результате концы получились разной длины А сам узел уполз далеко в сторону Можешь завязать Я развязал неуклюжий плод ее трудов И сделал все сам как можно ровнее Вышло почти идеально Закончив, я потянул галстук за конце Как она любит П-проделывать со мной И поцеловал Мику Против этого она не возражала Странно, но несмотря на то, что между нами случилось Или не случилось Никакой неловкости не было Мы перекусили прихваченными бутербродами И принялись обсуждать завтрашние события Словно ничего и не было Завтра, наверное, большая линейка будет Иностранцы ведь приезжают Интересно, какие они? Я слышала, у немцев галстуки синие Удобно отличаться будет Отличать будет Меня другое волнует Алиса говорила, что мы будем для них играть Думаешь, меня уже можно выпускать на публику? Мику улыбнулась и без тени сомнения заявила Ты готов и не волнуйся так Раз наш строгий, но справедливый руководитель так говорит А волноваться и правда не о чем Я посмотрел на чехол с гитарой Даром что ли тащил? Мику, сыграешь для меня? А я уж думал, а ты не попросишь Сыграю, конечно А что ты хочешь? Мой внутренний голос тут же отозвался Ты отказала мне два раза Я отверг это предложение и задумался А правда, что? Давай что-нибудь, что тебе нравится Сейчас Мику задумалась, мило наморщив лобик О, знаю, это у тебя на кассете было Не знаю, кто поет, но мне очень понравилось Она тронула струны и запела Че она там запела? Блин, че это за песня? Я не понимаю Простите, я какой-то тупой Я не шарю, че это Зима так холодна Так бесприютна и бела Скоро будет неизбежный дефицит тепла Начнем спасаться мы от этой теплонищеты Значит, снова будут в моде теплые коты А, это флер, по-моему Ну конечно, целая песня про котиков Как же она могла ей не понравиться Я любовался Мику и вспоминал холодную зиму, которая окружала меня всего пару недель назад Песни из моего времени Песни пришлись Мику по душе Интересно, а как бы ей понравилось там, в будущем? Время шло Мы перемеживали поцелуи разговорами и музыкой И пока тень от сосен не уползла в сторону настолько, что это стало заметно Мику вздохнула Скоро обед, пойдем? А то вожатая заругает Обязательно заругает Пойдем Собрав вещи, мы двинулись обратно в лагерь Мику посмотрела на небо и потерла висок Как жарко Ой, и правда Давай в тень зайдем, чтобы голову не напекло А где ты по нам куда потеряла? Не помню, представляешь? Положила на скамейку возле клуба и не могу найти Может, стянул кто? О, переключусь Не знаю Мику развела руками Могли и стянуть Она красивая была с котиками Ничего, найдется В музыкальном клубе было пусто Я огляделся по сторонам Девчонки куда-то ушли Утащив с собой план лагеря И оставив на полу бумажки с буквами Оставив гитару в клубе Я проводил Мику в ее домик А сам отправился передохнуть То ли от болезни, то ли от волнения То ли от прогулки по жаре Но хотелось прилечь Вожатая повернулась ко мне И устало улыбнулась А, Семен, как погуляли? Отлично Спасибо, что отпустили Ольга сидела за бумагами Я подошел поближе Сточил пряники Пряники с пакета, лежащего на столе Ну, вы же все равно бы сбежали, верно? Честно? Не, я очень законопослушный пионер Врешь ведь Но да не важно Папку нашел? Ой! Я развел руками Ольга вздохнула И покачала головой Понятно Ладно Потом сама схожу Ну уж нет Я забыл, я избегаю Забыл начисто Простите Я тебя понимаю Мика славная Надеюсь, вы там никаких глупостей Не наделали? Это только после свадьбы Ольга насмешливо взгерошила Мои волосы Вот даже как Теперь как честный человек Ты собираешься на ней жениться? Я понимал, что она шутит Но все равно покраснел Ольга Дмитриевна Ну не было никакого теперь Мы просто прогулялись Странно Почему-то я тебе верю Ладно Ты папку после обеда забери Если не забудешь, ладно? А то у меня ноги отваливаются Она бегалась Завтра иностранцы приезжают Их к нам в отряд прикрепят Мороки столько Ты иди обедай А списки? Не горят После обеда принесешь? А то мысль о том, чтобы вставать И куда-то идти Меня пугает Обязательно Может вам обед сюда принести Не нужно Я уже перекусила Спасибо Ну перекусила Так перекусила Дождавшись горна Я отправился в столовую Еще один ничем не примечательный обед Бутерброды на пикнике Были немаленькими Но все равно Хотелось есть Женю с электроником Перехватили нас На выходе из столовой Наша библиотекарь Здорово изменилась За эти несколько дней Конечно Она все еще не разговаривала С Она все еще разговаривала С интонациями Строгой учительницы Но ворчала Куда меньше Хотя Может Я просто еще не дал ей повода Мику и Семен Вы как Место Че Вы как Место оставили Женя строго посмотрела на нас Ну конечно Мику погладила себя по животу Я просто кивнул Тогда пойдем в библиотеку Я тут немного поколдовала над твоим рецептом Правда формы не нашла Сковородки сделала Вроде вкусно вышло Женечка Ну ты же умница Как у тебя могло выйти невкусно Ну-ну Посмотрим Че это было Женя порозовела И почти улыбнулась И вот на таком Мы сегодня будем заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok